Сама территория, на которой ведутся ремонтные работы, это ров древнего города Переславля-Рязанского. Согласно постановлению Министерства культуры, с 2013 года это место объявлено выверенным объектом археологического наследия. Раскопки на самой территории ремонта еще не проводились. Раньше археологи исследовали сам острог, который немного выше Кремлевского вала. Там, помимо предметов быта, были найдены остатки Московской улицы, которая вела от Кремля к Московской подъездной башне. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно более точно определить вехи истории нашего города. Поэтому даже благодаря обычному археологическому наблюдению могло быть сделано много важных открытий. Вопрос, который волнует многих рязанских краеведов, как раз и заключался в том, что никаких наблюдений на ремонтных работах не ведется. Павел Бачков, руководитель отдела надзора и сохранения объектов культурного наследия Рязанской области, поспешил их успокоить. Указанные работы ведутся под археологическим наблюдением. А археологические наблюдения как-нибудь тормозят эти работы или никак не влияют на скорость? Влияют на скорость, но незначительно. Специально организовали так, чтобы самые ценные слои культурного слоя фиксировались, но не замедляли указанные работы. Павел Бачков ответил и на самый главный вопрос, который мучил археологов. Что происходит с брусчаткой 19 века? Сохранять ее в месте обнаружения проблематично в связи с интенсивным движением автотранспорта на этой улице и нахождением большого количества магистральных инженерных сетей. Вместе с тем полагаем, что целесообразным решением по сохранению такой мостовой будет предполагаемая мусификация большого участка такого же примера мостовой на центральной площади, площади Ленина под соответствующим памятником. И если всю брусчатку сохранить не удалось, то остается надеяться, что археологические наблюдения прошли не зря.